всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня в этом видео я расскажу вам как связать вот такой вот город спицами так он смотрится с лицевой сторонке и вот так вот выглядит его изнаночная сторона со всех сторон он выглядит просто идеально лежит он хорошо вот это я не свитер вяжу я просто связала как для образца там без расчета можно сказать без раз ну связалась ростком но без всяких расчетов так просто и вы знаете я померила он лежит вообще идеально он так красиво смотрится горловина очень получается красивая и аккуратно вяжется вообще проще простого я не буду вам показывать как ее вязать по кругу я повожу покажу вам просто поворотными рядами потому что такой большой образец мне не очень охота вязать но вяжется он точно так же как и поворотными рядами примером вы провязали необходимое количество вам лицевой глади это столько сколько вы хотите чтобы был ваш ворот вот у меня здесь было провязано 1 2 3 4 5 6 7 7 рядов у меня здесь лицевой глади провязано вы набрали петли по кругу соединили вязание в круг провязали 7 рядов лицевой глади дальше смотрите каким образом вы вяжете вот здесь у меня кромочная но у вас по кругу естественно кромочной нет смотрите как мы делаем нам нужно провязать 2 петли вместе сразу же сначала ряда вы провязываете 2 петли вместе с наклоном влево первую петельку снимаете 2 вяжите лицевой и набрасываете на нее снятую петлю накид вот раппорта вот этого ворота получается 2 петли поэтому для того чтобы связать ворот вам нужно набрать отчетное количество петель дальше опять 2 петли вместе с наклоном влево 1 лицевой провязали накид опять 2 петли вместе 1 лицевой с наклоном влево накид 2 вместе накид 2 вместе накид и так вы вяжете на протяжении всего ворота так 2 вместе и заканчиваем накидом у меня здесь кромочная петля у вас ее нету еще разочек повторю у меня здесь будет поворотный ряд с изнаночной стороны я его просто провяжу полностью изнаночными петельками вы второй ряд вяжите по кругу полностью лицевыми хотя может для кого-то и поворотный ряд вязание нужно кто-то может будет кардиган вязать также можно оформить низ изделия если вы начинаете снизу вязать точно так же как и ворот если вы вяжете сверху изделие то нужно будет прикид левать так вот я провязала второй ряд вы повторюсь если по кругу вяжите его полностью лицевыми петельками вот связали у нас вот получила лезть вот такие вот ажурные дырочки дальше если вы изначально вязали 7 рядов у меня здесь было один два три пять у меня здесь 5 на образце если у вас там 7 как у меня на городе сейчас после то вот этого вот как вы сделали 2 вместе лицевая и провязали один ряд лицевых значит вяжите еще столько же рядов сколько у вас было до вот этого узора связано у меня было 55 рядов лицевой глади я теперь вижу опять один то игры 54 было ряда и я вижу теперь 4 ряда лицевыми на лицевой стороне изнаночными на изнаночной вот я провязала точно столько же лицевой глади вот у нас сейчас вот это так выглядит по кругу выглядит все то же самое теперь нам нужно согнуть пополам вот мы согнули пополам и вот этот низ провязать вместе с верхом смотрите как я это делала вот здесь вот находим первую петлю вот она первая петелька загибаем пополам и первую вот эту петельку одеваем на спицу и провязываем их две вместе одной лицевой все следующую петлю вот я их еще вот по этим видите идут 1 2 3 4 вот они эти петельки следующую петлю подцепляете одеваете на спицу и провязывайте 2 вместе за переднюю стеночки стеночку вот что петельки вот так так вот так получались видите развернута опять следующую петлю берете петли не пропускайте а то ворот скосит и провязывайте 2 вместе одной лицевой опять следующую поднимаете одеваете на спицу и провязывайте две вместе следующую по кругу когда вяжите там все так же легко никаких стыков потом ничего нету просто не пропускайте петли и провязывайте каждую одеваете и провязывайте тогда будет у вас все окей опять две вместе и так вяжем до конца все я все довязала вот так вот получилось вот можно он говорю свитер так начать и дальше вязать свитер если снизу так вот смотрится это все с изнаночной сторонке получается все аккуратно и красиво вот еще разочек покажу вот смотрите нигде ничего не перекашивается все замечательно получается вот здесь он у меня так стоит я его еще просто связала так вот положила и сверху накрыла тряпочкой чтобы он высох чтобы приложился чтобы мне сделать красиво фото вот поэтому он так еще и вот здесь вот согнут так что у вас такого не будет на этом у меня сегодня все надеюсь видео вам понравилось не забывайте подписываться на канал если остались вопросы задавайте в комментариях всем пока